Микрофинансовую организацию Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантии Ненецкого автономного округа решением Совета фонда возглавила Ирина Тихомирова. Ранее она занимала пост председателя Комитета инвестиций и развития предпринимательства. О своем видении, развитии структуры и планах на вторую половину года новый директор рассказала на брифинге с журналистами региональных СМИ. Свою работу в качестве директора фонда Ирина Тихомирова начала с проведения недели предпринимательства в Ненецком округе. Наш регион только в этом году вошел в число регионов, которые проводят подобные масштабные мероприятия. В рамках бизнес-недели предприниматели уже сыграли в интеллектуальную игру-монополию, проходят лекции и тренинги в образовательных учреждениях. Впереди бизнес-субботник, бизнес-игры и одна из самых больших встреч – Координационный совет по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства под руководством губернатора округа. На этот раз он пройдет в необычном формате. Одна наша повестка состоит всего лишь из одного вопроса. Это открытый микрофон по общению с предпринимателями. Хотелось бы отметить, что за столом на этот раз будет максимально сидеть количество предпринимателей. Все сопровождающие структуры, в том числе и банки, и органы власти, мы будем сидеть в зале, чтобы максимально этот Координационный совет спонсционировать на предпринимателей. Хотелось бы найти все-таки тот эффективный механизм, чтобы они нас слышали. Мы-то их всегда слышим, готовы работать с ними. Но хотелось бы, конечно, такой серьезной обратной связи. Кроме того, с осени фонд планирует начать серию бизнес-тренингов не только со студентами, но и с учениками старших классов. По словам Ирины Тихомировой, они будут проходить в форме игр, а не лекции. Так информация усваивается гораздо эффективнее. Директор фонда убеждена, что предпринимательство – это профессия. Этому тоже надо учиться, и готовить предпринимателей надо уже со школьной скамьи. А пока будущие предприниматели растут, в округе появляются новые виды поддержки бизнеса. По словам Сергея Михайлова, фонд открыл прием заявок на предоставление услуги гарантирования для представителей малого и среднего бизнеса. С заявлением о гарантировании, то есть поручительстве, в фонд могут обратиться предприниматели, не имеющие достаточного обеспечения для заключения кредитных договоров. Есть сайт фонда, который наполнен максимально всей информацией, что такое микрофинансирование, что такое гарантирование. Можно индивидуально просчитать сумму займа, какой ежемесячный платеж будет займа. Есть там раздел «Онлайн калькулятор». Этот онлайн калькулятор, во-первых, можно сделать по виду продукта выбрать, по сумме досрочного погашения. То есть посмотреть, сколько я переплачу, если я в определенный месяц закрою большую часть, потому что у меня там какой-то сезонный бизнес, образно говоря. То есть это все подробная информация есть. Также предусмотрено в онлайне можно заполнять заявки на микрофинансирование. То есть там все документы приложены. Что касается микрофинансирования, всего с марта 2016 года принято положительное решение и выдано два микрозайма на общую сумму полтора миллиона рублей.